Приветствую вас. Вы знаете, если вы любите честность, то я постараюсь вам ответить так же честно. Мужчина увидел в вас религиозного фанатика, который слепо верит во что-то, который следует принципу Толеона, то есть смех, и успокаивается только тогда, когда отомстит. Знаете, мужчина просто-напросто понял, что с такими взглядами, как у вас, вы с ним не сойдетесь. Понимаете, у вас позиция, она, скажем так, довольно оригинальна. И эта оригинальность позиции резко снижает в руках мужчин, которые бы захотели с вами быть. Особенно при условии, что вы так честно все рассказываете. То есть, понимаете, в чем дело, вы можете верить, верить в богов, вы можете делать все, что считаете нужным. Это ваше право. То есть, я вас не осуждаю, боже упаси, нет. Никакого осуждения нет у меня к вам. Но я так же понимаю и то, что мужчина, ну, я бы сразу сказал, что мужчина не то, чтобы даже испугался. Просто инфенталла от этого рассказа не по себе. Мужчина понял, что вы довольно опасный человек, и плюс к смущему, и верующий человек. Верующий, ну, знаете, довольно сильно верующий. А довольно сильно верующий человек всегда вызывает настороженность. У других людей, которые верят не так сильно. И из-за этого мужчина подумал, что лучше ему будет все-таки от вас отдалиться, лучше ему будет все-таки поискать другую женщину, которая имеет несколько других ценностей. Вы поймите меня, пожалуйста, сейчас правильно. Я очень надеюсь, что вы поймете меня правильно, потому что, ну, чтобы не было между нами недопонимания. Дело не в том, что вы как-то неверно вообще действовали. Дело не в том, что вы как-то не так себя висовели. Дело в том, что у мужчины немножечко другие взгляды. И он понял, что эти взгляды, которые есть у него, не совпадают со взглядами, которые есть у вас. И, по сути дела, все. Некоторые люди считают, что никаких богов нет. Некоторые люди считают, что нужно прощать. Некоторые люди думают еще какие-то вещи. И по большому счету это все не столь важно. Важно то, что мужчины действительно сейчас вас избегают. Просто потому, что ему стало менее приятно быть сладким. Я бы хотел, я бы очень хотел, чтобы вы правильно восприняли мои слова сейчас. Слушай, не стоит думать, не нужно думать. Еще раз вам повторю, что вы как-то не правы в этой ситуации. Но нужно обязательно, обязательно уточнить, что правду говорить можно и нужно далеко не всегда. То есть, правда, это хорошо, но иногда человек оказывается не готов эту правду принять. Примерно так, как это получилось у вас. Человек просто оказался не готов в такой правду. Она обрисовала вас со своими ценностями, со своими взглядами, со своими идеями, со своими ценностями, со своими мировоззрениями. Так обрисовала. Человек понял, что его это не устраивает. И решил от вас он отойти. Вот понимаете, чтобы не было такого больше, чтобы ситуация не повторялась такая больше, вы просто стараетесь быть немножко аккуратнее, что ли, правду людям говорить. Узнаете сперва у человека, постарайтесь сперва узнать у человека, как он относится к этой правде. Постарайтесь сперва узнать у человека, какие у него у самого ценности, какие у него у самого взгляды, какие у него у самого устои, как он вообще сам относится к всем этим вещам и так далее. А может быть, человек вообще, например, христианин, да, вы сказали, что вы изучаете единство, это его оскорбило. Ну, знаете, такие очень интимные вещи, их нужно обсуждать и выносить уже после того, как вы более-менее узнаете человека, между вами возникнет привязка какая-то. А так, вполне вероятно, что вы даже еще и не близились с толком, а уже такие подробности вырисовывали. Ну, вы просто подпишите, просто вы немножечко подпишите. На этом все. Надеюсь, что помог вам. ни в коем случае не разочаровывайте своей вере, если она вас помогает, то старайтесь своих партнеров подбирать именно по подобным, по похожим критериям, и тогда все будет хорошо. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.